Здравствуйте, добрый вечер. В эфире программа Револьвер. Меня зовут Игорь Барцес. Я директор Международного института государственного службы и управления Академией при президенте Российской Федерации. И сегодня моя очередь вести программу Револьвер. 21 января. Дата 90 лет со дня смерти основателя советского государства, первого в мире социалистического государства Владимира Ленина. И мы решили, что, наверное, будет интересно в этот день поговорить не о деле или теле вождя, а о мавзолее. И наша тема сегодня «Мавзолей Ленина. Символ прошлого или проклятия будущего». Мавзолей Ленина выполняет различные функции. Это и символ ушедшей эпохи, и туристический объект, и памятник архитектуры, и усыпальницы. Но сегодня трудно представить Красную площадь без этого лаконичного сооружения. Но все больше и больше граждан страны признают неуместность мумии-вождя на главной площади страны. Поэтому поговорим об этом в программе Револьвер. И сегодня мой гость Ярослав Игоревич Листов, секретарь Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Федерации. И я очень рад вас приветствовать. Добрый вечер. Добрый вечер. Я надеюсь, что к нам будут присоединяться наши слушатели. Телефон в студии. Ну, код Москвы, слава богу, не менялся в последние годы. 495. А сам телефон 6510996. Ну, сочетается с волной радио Финам-ФМ. Поэтому пишите нам на сайт Финам-ФМ, на страничку программы Револьвер. Звоните в студию. Мы будем рады с вами пообщаться, поговорить. Для того, чтобы начать наш сегодняшний разговор, я хотел бы прежде всего задать Ярославу, и спозвольте, по имени, такой вопрос. Вот для вас, как человека идейного, убежденного, что означает сам факт нахождения на главной площади страны такого исторического объекта, как Мавзолей, а в нем внутри тело основателя Советского государства? Это в первую очередь уважение к тому человеку, который изменил судьбу не только России, но и всего мира. Человека, который впервые на государственном уровне пытался осуществить идеи социальной справедливости, воплотить их в жизнь. И вот это вот уважение, это, как бы сейчас выразились, инсигния советского государства, то есть его определенный символ, символ памяти и смысла, который существует для развития. Вот это все ассоциируется с Мавзолеем. Одновременно с тем, Мавзолей это и очень интересное архитектурное сооружение, часть того комплекса ЮНЕСКО, который включает в себя и всю Красную площадь, и исторический музей, и собор Василия Блаженного, и Кремль. Это связь времен, да, тысячелетней Руси, где есть и православие, и история, и государственная власть, и ее надежды на светлое будущее. То есть вы считаете, что если на главной площади страны не будет мумии, тело вождя советского государства, то прервется связь времен? Конечно же, связь времен не вернется. Об этом рассчитывают те, кто хочет снести, которые воспринимают это именно как мумия, как, так сказать, что-то излишнее. Но давайте напомним простую элементарную вещь, что точно такие же мумии лежат за стеной Кремлевской в Архангельском соборе, есть захоронения в соборе Василия Блаженного, а уважение к отцам-основателям существует во всех странах мира. Ну, возьмите, например, в самом центре Парижа в Доме инвалидов лежит, так сказать, гроб с телом Наполеона. Она, конечно, не забальзамирована, поэтому закрыта. В Соединенных Штатах это мавзолей президента Гранта и так далее, и так далее. Мы можем приводить этих примеров сотни, если не тысячи. Это именно уважение к своему прошлому. Можно по-разному относиться к форме захоронения, но она была выбрана так нашими предками, да, и зачем нам это менять? Мы достаточно уже поменяли в нашей стране и не всегда в лучшую сторону. Ну, вот сказали, что примеров сотни или даже тысячи, но если говорить абсолютно честно, то и Наполеон, и Грант – это все-таки могилы непросвечиваемые. Под саркофагами нет никаких тел лицезрируемых. Никто не ходит посмотреть, извините меня, на состояние тела или сердца Наполеона. Если мы говорим о сотнях и тысячах, то, к сожалению, перечень будет достаточно короткий. Это площадь Эдяньмынь с Мао Цзэдуном, это Ким Ирсен, Северной Кореи, это Хо Ши Мин. Ну, и если, конечно, вспомнить историю, то, конечно, это коммунистические лидеры, начиная там с Димитрова и заканчивая африканскими государствами. Но, если угодно, это уже наша традиция советская, которую мы просто навязали нашему бывшему социалистическому лагерю. И, если угодно, такая интересная форма загробной жизни для коммунистических лидеров и с особо выдающейся – это оказаться в мавзолее. Я не соглашусь с вами, но давайте просто элементарно Киево-Печорская лавра, Псково-Печорская лавра. Там можно посмотреть останки святых, останки мучеников, просто монахов, которые там были захоронены. Все они лежат под стеклом. Если вы придете в Киево-Печорскую лавру и увидите, например, прах Ильи Муромца, вы можете спокойно убрать салфеточку, посмотреть, там будет видно мумифицированное лицо. Дело в том, что то, что вы говорите, Грант и Наполеон, просто тогда не было возможности мумификации, чтобы лицо сохранилось таким, каким ее видели при жизни. Именно поэтому это закрыто. Но Пилсудский не был коммунистом, но его тело тоже долгое время было в стеклянном саркофаге, пока не начались процессы разложения, потому что там были нарушены правила мумификации. Не был коммунистом и наш знаменитый академик Пирогов, который похоронен в Виннице, также в стеклянном сосуде, и разрешение на такую форму захоронения дал Священный Синод Русской Православной Церкви, еще тогда, когда о Советском Союзе коммунистической идеи в помине не говорили. То есть это нормальная норма традиционного общества, попытка сохранить от древности и до наших дней. Просто 20 век дал такие технологии, которые стали сделать это возможным. Ну, все-таки, давайте признаем, что Ленин, слава Богу, не святой и не мученик. Вот ни то, ни другое. Нет, мы не говорим, что не святой и не мученик. У каждой эпохи есть свои образцы для, так сказать, подражания те люди, которым, так сказать, уважают. Ленин, в первую очередь, это человек, сохранивший Россию, потому что она досталась ему... Это очень сложный вопрос. Я считаю, что Ленин это человек, который участвовал в разрушении России, но сейчас мне хотелось бы... Я с вами не соглашусь, там есть разница между февральской и октябрьской революцией. Слово Магомеду, который на линии, и послушать, какой будет первый вопрос сегодня в эфире. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотел высказать за сохранение и примотивированное, впрочем, просто. Сколько можем нападать на памятники? Это как-никак символ эпохи. Для кого-то это действительно человек, который, ну, не касаясь там религии и всего прочего, что мешает там заняться, может, лучше заняться теми гражданами, которые у нас еще сидят в Думе, и с ними начинать разбираться, а не кидаться на памятники. Это как-никак мозолей и даже мумия, которая там лежит. Это памятник эпохи, памятник времени, там, событиям каким-то. Спасибо большое за ваше мнение. Я не совсем понял, что означает разобраться с теми, кто сидит в Государственной Думе, и как это нам мешает обсуждать сегодня проблематику мавзолея. Но хотелось бы привести две цитаты и понимание, что наше общество неоднозначно смотрит на сам факт нахождения и мавзолея. Хотя, как ассоциативное сооружение здесь уже никто не возражает, но сам факт нахождения мумии в... Ну, вообще, честно говоря, вот... Если бы СМИ это не будоражило... Ну, конечно, можно забыть любую проблему и не обсуждать ее. А почему это проблема? Почему захоронение другого человека стало для кого-то проблемой? Это то же самое, что давайте... Во-первых, есть закон Российской Федерации о погребении. И никто, кроме родственников, не имеет права принимать такое решение. Почему мы считаем, что мы имеем право за кого-то принимать иное решение? Ну, то же самое, как снести любое кладбище или любой некрополь, или любую, так сказать, часовню, где есть прах. Ну, я хотел бы все-таки, если позволите, продолжить, что в обществе нет однозначного вообще подхода к нахождению мумии вождя одной из политических партий на главной площади страны. И приведу буквально две цитаты. Цитата первая. «У нас специфическая страна, на нее распространяются мистические законы. И у многих людей есть мнение, что пока Ленина не похоронят, ничего хорошего в России произойти не может». Это Борис Немцов, сопредседатель партии Парнас, достаточно известный политический деятель прошлой власти. Да, да. Уже 20 лет забивает гвоздь в крышку коммунизма. Есть и второй, уже из нынешней власти. Я зачитаю одну такую фразу, цитату. «Я считаю, что каждый год мы должны поднимать один и тот же вопрос о выносе останков тела Ленина в мавзолее. Это какая-то нелепая язычески-некрофильская миссия у нас на Красной площади. Никакого тела Ленина там нет. Специалисты знают, что сохранилось порядка 10% от тела. Все остальное тут уже давно выпотрошено и заменено. Но главное не тело, главное дух. Ленин является предельно спорной политической фигурой, и наличие его как центральной фигуры в некрополе в средстве нашей страны – крайняя нелепость». Это слова нынешнего министра культуры Владимира Мединского. Вот мне хотелось бы спросить вас, Ярослав Игоревич, как у представителя именно коммунистической идеи, коммунистической партии. Вы считаете, что потеря такого артефакта каким-то образом отразится на деле Ленина в нашей стране? Потому что вот тут доходит до мистических заявлений, что до тех пор, пока мумия вождя находится на главной площади страны, мы не можем даже рассчитывать на что-то позитивное в развитии экономики, государства и так далее. Я далек от таких мыслей, тем не менее. Ну, вообще, очень обидно за Российскую Федерацию, что министром культуры у нее является человек, который считает, что достаточно какие-нибудь камлани устроить и поправить ситуацию, бороться с покойниками для того, чтобы заниматься культурой, вместо того, чтобы устроить финансирование школ, в том числе, музыкальных и так далее, которые сейчас лишены, вместо того, чтобы поднять российскую культуру, вместо того, чтобы проводить реставрационные работы, у нас очень много объектов исторического наследия просто разваливаются на глазах, а он занимается мавзолеем. Ну, это проблема любого пиарщика, потому что пустить пыль в глаза, чтобы люди не задавали настоящих проблем. Для коммунистической идеи ничего страшного не случится, если Ленин будет похоронен. Но мы считаем, что для нашего общества будет важно, если мы не будем нарушать традиции и не будем уничтожать наше прошлое. Ну, заступлюсь в качестве адвоката за Владимира Мединского. Кажется, я даже процитирую, главное не тело, главное дух. И хотелось бы узнать мнение Сергея. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Вы меня слышите? Стараюсь. Да, здравствуйте. Я хочу тоже сказать по поводу Владимира Ильича Ленина. Для меня он великий человек. И то, что сделал народ, никто не имеет права переделывать. Это народ мыслил и народ думал. Ленин прожил свои 50 лет с небольшим. И всю свою жизнь отдал он для народа. И сейчас уже говорят, вот я с 51-го года, да? И вот многие политики говорят, как бы я ни жил в это время. Все в то время было очень плохо и все было ужасно. И мне вот это вот, как бы сказать, высказывание вот этих политиков слизко, вот буквально час назад говорил, что Ленин это нечто, что-то плохое. Вот. Я сейчас очень волнуюсь. Но мое мнение, что Ленина нельзя убирать с красной площади. Спасибо, Сергей. Я думаю, все-таки у нас в обществе уже какое-то есть понимание, что Ленин нес свой вклад в историю, не будучи, допустим, ни коммунистами, ни антикоммунистами. Мы признаем его определенную историческую роль, в другой раз как ее оценивать. Поэтому я считаю, что вот здесь мы, когда сегодня говорим, мы никоим образом не ставим под вопрос, извините меня, то, что известный государственный деятель, что действительно он нес вклад в историю нашей страны. Но мы говорим о другом. Считаем ли мы уместным сохранение на главной площади страны его тела? Вот это как раз самый важный вопрос. И каким образом наше общество относится к этому? Я знаю, что у нас на связи наш другой гость, но мне кажется, что нам уже пора будет скоро уходить на рекламу. Поэтому я хотел бы еще раз напомнить телефоны в студии. Код Москвы 495-6510-99-6. Вы слушаете радио Финам-ФМ. И мы сегодня вместе с моим гостем, Ярославом Листовым, с ЦК Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, говорим о мавзолее Ленина как о символе прошлого или проклятии будущего. Добрый вечер. В эфире программа «Револьвер». Телефон студии 6510-99-6. Код города Москвы 495. И я, Игорь Барцец, и мой гость сегодня, Ярослав Листов, с ЦК Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, обсуждаем вопрос уместности, неуместности нахождения на главной площади страны такого лаконичного, красивого, интересного сооружения, как мавзолея Ленина, и нахождение самого тела вождя, основателя советского государства в этом замечательном сооружении. Я хотел бы все-таки дать слово Олегу, который нас ждет еще со времени до рекламы. Олег, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Алло. Да, слушаем вас. Добрый вечер. Алло. Мы слушаем вас, вас слышно. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Вы знаете, я не такой старенький, как предыдущий звонивший. Предыдущий звонивший не был стареньким, он на 51-го года рождения, и мы с уважением относимся к нашей советской истории, не говорим, что там все было плохо или хорошо. Мне кажется, здесь есть перебор. Я, да, наверное. Я родился в 1960-м году, вот, и все это советское время прекрасно помню. Но, допустим, вот такое у меня мнение. Вот вы уже показывали и не раз, и не два, и не десять по телевизору, как господин Ульянов Ленин отдавал распоряжение о расстрелях, о казни, о терроре. И враг человечества должен, враг российского народа, не СССР, а Российской империи, враг должен быть почетом лежать на Красной площади. Я это, например, не понимаю. Спасибо большое. Ну вот мы и пришли к главному вопросу. Это вопрос исключительно политический. Вопрос не о теле Ленина. И когда даже у вас в названии программы звучит «Проклятие будущего», это ведь тоже политика. Например, а почему вы не хотите сказать, что это символ будущего? Символ социалистического развития страны, символ социальной справедливости? К сожалению, последние 20 лет показывается только одна. Если бы я сейчас был на телеэкране, а не на радио, я бы перекрестился при фразе «Мавзолея» как символ будущего. Пожалуйста, продолжайте. Идея Ленина, как сказать, это будущее. И когда борется с телом, борется именно с идеями. Понимаете, что если бы прах Ленина лежал бы в другом месте и так далее, все бы про него забыли. Почему хотят убрать, так сказать, с Красной площади? Первая причина, потому что считают, что таким образом можно покончить с коммунизмом. Самая невероятная глупость, которая есть. Сколько, так сказать, тел было захоронено коммунистов и даже, простите, сожжено в топках, но коммунизм все равно живет. Вторая вещь – это попытка стереть его из памяти. К сожалению, молодежь все меньше и меньше знает историю России. Она все меньше и меньше ей интересуется. И если не будет нигде напоминания, ведь, посмотрите, воюют с памятниками и так далее. Вроде бы воевали в Киеве с Януковичем, а взорвали почему-то памятник Ленину и били его кувалдами. Взрыв памятника Ленину в Ленинграде и так далее. Это борьба с альтернативной идеей на развитие страны, которая все больше и больше себя заявляет. Ведь, заметьте, по последним опросам, более 80% наших граждан выступают за социалистическое развитие страны. И именно Ленин является символом вот этого социализма. Поэтому рассказывают вот эти вот байки о том, что он подписывал про террор и так далее, и так далее. Хотя мы прекрасно понимаем, что таких документов всего два. И оба, так сказать, историками признаны даже сфальсифицированы. Но Владимир Ильичу предложит замечательная фраза, что если без суда не расстреливать, то ничего нельзя сделать в всемирной истории. Это тоже факт. Простите, не надо цитировать Сологуба. Цитируйте, пожалуйста, Ленина. Один вопрос к вам. Вы действительно считаете, что если на главной площади страны не будет мавзолея, мавзолей как здание-то будет, но не будет тела Ленина, а коммунизм как идеи забудут? Я вам уже сказал, что на это рассчитывают те люди, которые с ним борются. Потому что для этих людей, которые сами погрузились в мистическое сознание, которые пытаются опустить Россию в мистическое сознание, у нас сейчас пытаются сказать, что после войны, например, мы раньше все карточную систему отменили не потому, что лучше работали, а потому что высотку в Москве поставили на древнем капище. Вот там древние боги помогли. И так далее. Нас пытаются все больше и больше отправить в такое мракобесие, даже уже не в 19-е, а куда-то в 16-й, в 15-й век. И сами же, так сказать, с этим живут. Конечно, ничего с захоронением не изменится, но изменится другая вещь. Изменится наше отношение к прошлому. Проблема России в том, что мы постоянно воюем со своим прошлым, стираем его и уничтожаем. Поэтому мы сейчас выступаем за сохранение мавзолея Ленина, за сохранение церквей, за сохранение исторических обликов наших городов именно как преемственность тысячелетней Руси со всеми ее плюсами, минусами, со всей ее историей. Не воевать своим прошлым, а идти в будущее с открытыми глазами. Но, к сожалению, я не могу разделить надежду, что если будет вынесено тело Ленина, то про коммунизм забудут, или про ленинизм. Равно как, когда вынесли тело Сталина, ведь никто не забыл ни про сталинизм, ни про преступления сталинского режима, ни про миллионы, никто не забыл про, извините меня, массовые репрессии, так же, как никто не забыл и про достижения советского народа. Никто не забыл про Великую Отечественную войну. Но здесь все очень непросто в нашей истории. И я хотел бы дать слово Артему. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый. Ну, мы тут по понижающей пошли. Сначала 50 лет, потом 61 года, потом 60-го. И сколько лет вам? В 84-го года рождения. Ну, 30, получается, скоро. Завидую? Ну, да, может быть. Ну, ладно, дело не в этом. По поводу Ленина, я, в общем-то, свято верю в то, что нужно его убирать с Красной площади. Конечно, как вы сейчас сказали, не забывая заслуги советского народа, но все-таки народ и у нас в стране и его правительство, они не всегда единомышленные. Нет, ну а почему? Чем он вам мешает? Понимаете, он не то, что чем-то мешает, просто это символ, я считаю, исторической ошибки России. Ну, потому что это действительно так. Нельзя просто сидеть и притискать, давайте будем жить вот так. Если общество идет, к примеру, к какому-то коммерческому направлению, рыночным взаимоотношениям, ну, оно само собой развивается, развивается как-либо. Ну, а Лейдер был одним из авторов НЭПа, тоже, причем рыночные отношения. Ну, да, но когда, давайте, будет там диктацию, я знаю, там, пролетариата, ну, как бы не совсем понятно, как может пролетариат что-то диктовать. Спасибо. Ну, если вы не понимаете, изучите этот вопрос. Если позвольте, тогда, Артем, спасибо вам за мнение. У меня уже такая линия целая, выстроился перечень желающих. Андрей, добрый вечер. У нас на второй линии Андрей. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер, я Сергей. А ну, Сергей... Значит, Андрей не дождался. Да, да, по традиции, значит, 1978 по традиции. Довели традиции. Да. Я бы хотел очень горячо поддержать вашего гостя. Знаете, я вот, скажем так, недавно был в Нюрнерге и был в доме Музея Тюрера. И представляете, да, это домик 15 века, начало, да, и я понимаю, что, наверное, от этого домика, как бы там, он весь новый, на самом деле, но, тем не менее. Значит, просто у немцев у них есть, допустим, сохранение, да, и, то есть, несмотря на то, что там Нюрнерг там пострадал, там, наверное, время Второй мировой войны они сделали, подняли, есть антураж, у нас такого нет ничего. Давайте теперь еще так представим. Вот есть фигура, да, там, допустим, тут же, я не знаю, Тутер Первый, неоднозначная фигура. Он там кого-то замучил, что-то поднял, и так далее. Вот. Давайте вот просто представим, что если бы была, допустим, я не знаю, мумия этого Петра, да, вот насколько бы сейчас, если бы там, допустим... Ну, Петра Первого жалко все-таки, до мумии, до мумии. Ну, я, я, ну, мы можем взять любой пример, возьмем Ивана Грозного, ну, там, это вообще... Ну, этого не жалко, ну, убил сына, да. Вот, но если бы, допустим, наши предки сделали для нас там какую-то мумию, как бы сейчас это было интересно, наверное, для всех, да, и... То есть, такой аттракцион, вы хотите сказать, да? Да, причем... Артефакт... Я думаю, вы перетергиваете. Конечно, нет, я задаю вопрос. Аттракцион, артефакт, посмотреть, что из этого станет. Ну, то же самое можно отнестись ко всем святым. Ну, возможно, я не знаю, посмотреть, но... Ну, аттракцион мне здесь слово совсем не нравится. Мне тоже не нравится, я специально просто, как бы, ну, более жесткие категории. Достопримечательность столицы? Ну, как бы, да, нет. На самом деле, просто если мы когда-то начнем все-таки думать, а не думать о том, нравится мне или не нравится мне, выгодно мне или не выгодно мне, а просто начнем думать о том, что история, это не только наша, но и, как бы, наших детей. Вот. И, в общем-то, беречь это. Так что я зато... Ну, как бы, я не коммунист, и... Не знаю, то есть... Но мне кажется, что нужно сохранять. Спасибо большое. И тогда я дам такую короткую справку. Есть замечательный фильм, научно-популярный, называется «Жизнь после людей». И он был снят специально, чтобы посмотреть, что бы случилось, если бы, ну, какой-то ужасный день исчезли бы все люди, что бы стало с объектами культуры, природы, истории. Так вот, там есть специальная такая глава, такой раздел, что мумия Ленина, если после исчезновения всех людей, просуществует еще около 25 лет. То есть вот такое ее неплохое сейчас физическое состояние. Но я бы все-таки не хотел, что называется, кощунствовать и говорить об этом только как об аттракционе, достопримечательности, привлекающем туристов в страну. И все-таки поставить вопрос, как вы считаете, наши слушатели, насколько это влияет на атмосферу в обществе, насколько это влияет на тот политический климат, который складывается в стране. И у нас на линии Олег. Добрый вечер. Добрый. Я хочу и на последний вопрос сразу сказать. Я думаю, что это все влияет, безусловно. Хоть я на сегодняшний день беспартийный, но могу сказать, что историю немножко знаю и помню даже, опять же, по историческим фактам, о том, что когда-то товарищ Сталин лежал рядом с товарищем Лениным, хоть это был и короткий период, но это происходило. Они рядышком были. И на каком-то этапе, опять же, по политическим мотивам, он был вынесен и захоронен по близости. Да, по близости, рядом с Музолеем. И знаете что? Вот сейчас, на удивление, мы уже об этом не помним, не вспоминаем и не обсуждаем. Хотя могли бы, очень даже интересно обсудить этот вопрос. Но мы не обсуждаем, потому что остался еще один товарищ, Ленин. И в этой связи есть два варианта движения по данному вопросу. И для того, чтобы общество было спокойно, это должно выглядеть справедливо. А справедливо тоже два варианта. Первый вариант и главный. Надо вынести товарища Ленина мумию и похоронить рядышком с Мобзолеем. Если хотите Мобзолея оставить как пример исторического наследия, он может остаться. А почему вы считаете себя правом решать кого где хоронить? На основании какого вещей вы это делаете? Мы можем захоронить... На основании чего? Да, на основании каких рассуждений вы считаете, что имеете право решать о том, кого куда... На основании тех же рассуждений, что и товарища Сталина, когда вынесли. Никто же вопросы не задает. Я же с этого начал. Почему? На тот момент это было решение Президиума Верховного Совета СССР. Пожалуйста, сейчас можно организовать любое решение, вы это знаете. Ну нет, давайте не организовывать любое решение, а мы должны... Да, извините, продолжайте, Олег. Да, и последнее, для того, чтобы была все-таки справедливость общественная, можно пойти другим причем. Вынести всех, кто находится в мавзолее, кто находится рядом с мавзолеем, кто находится в Кремлевской стене и похоронить в мемориальном кладбище для великих людей, которые герои, которые открыты в Подмосковье. Давайте тогда вынесем всех великих князей из Кремля, вынесем государь и император из Петропавловской крепости, будем заниматься гробовозом по стране, собирать всех на, так сказать, мемориальное кладбище. Нет, если вы относитесь к одному мемориалу, то же самое можно относиться ко всем другим мемориалам. Я хотел бы до перерыва дать слово Галине, а то у нас какое-то такое мужское обсуждение. Добрый вечер, Галина. Одни мужчины, я вот совершенно человек нейтральный, понимаете, верующий, православный, да, и вот я жила за границей в 10 лет, так получилось, так уж я никакая не там, знаете, поклонница коммунизма или социализма, хотя, конечно, разделяете все-таки убеждения. Так вот, на Западе, когда я там училась, в Швеции, имя Ленина, вот там был опрос среди молодежи особенно, было на первом месте, понимаете, и так везде, вот для наших либералов это было надо знать, что там везде есть и музей сохраняется, и квартира в Париже, и в Финляндии музей, и вы знаете, он на первом месте же был среди опроса вот этого 20 века. Спасибо, Галина. Вот что я хотела сказать. Спасибо. Мы должны уйти на перерыв в эфире программы Револьвер. Добрый вечер. В эфире программа Револьвер, и я, Игорь Барзис. У меня в гостях Ярослав Листов, цитата Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Федерации. И мы обсуждаем тему мавзолея нахождения тела Ленина на Красной площади столицы. И, Ярослав, вы уже неоднократно задавали вопрос, на каком основании слушатели и мы здесь обсуждаем этот вопрос. Но я могу, наверное, ответить, как граждане Российской Федерации мы имеем право высказывать свое мнение и высказывать свое отношение к истории. Мне хотелось бы узнать, вы хотели бы, чтобы общество обсуждало захоронение ваших родителей, например? Одну минуту. Я хотел бы сказать, что мы в данном случае обсуждаем не захоронение, а мы обсуждаем все-таки политический вопрос, вопрос, на который в обществе нет однозначного подхода. Конечно, это политический вопрос, потому что, что касается самого здания, мавзолеет исторический памятник, таким умом является в соответствии с решением еще Совета Министров РСФСР 74-го года и никаких вопросов здесь не возникает. Но нахождение мумии основателя, ну, вообще-то это мумия, вождя Советского Государства на Красной Площади вызывает у многих непонимание и общество, граждане имеют право ставить вопросы, которые мы имеем право обсуждать. Давайте посмотрим динамику изменения общества. Ну, кстати, вы его сами задали, давайте посмотрим динамику изменения общества. Итак, опрос в ЦИОМ 2009-го года, когда большинство россиян, 66%, выступало за захоронение тела Ленина. Причем, 38% респондентов из данной группы полагали, что это следует сделать как можно скорее. 28% позже, когда уйдет поколение, которому дорог вождь, и 25% считали, что тело Ленина следует оставить в мавзолее. Тремя годами позже, в канун дня рождения вожда мирового пролетариата, фонд общественное мнение проводил опрос, который показал рост на 10% количества россиян, поддерживающих идею захоронения тела Ленина, и, соответственно, падение числа сторонников сохранения его в мавзолее. Под их данным, это уже данное общественное мнение, 56% за захоронение, 28% против. Вот, как вы считаете, вот по мере того, как постепенно, ну, будем надеяться, что вот дело Ленина становится историей, постепенно, как мы все-таки идем, ну, каким-то иным ценностям, иным подходам, будет ли расти вот это соотношение за вынос тела, или вы считаете, что с политическими пристрастиями населения это никак не связано? Ну, во-первых, начнем с того, что если человеку всю жизнь говорить, что он дурак, он дураком и будет. Если у нас со всех каналов потоками льются псевдонаучные рассуждения о том, почему Ленина надо захоронить, где кто-то играет на чувствах верующих, начинает рассказывать, что это якобы по-православному, хотя еще в 91-м году Патриарх Алексий Второй четко заявил, что по-православному обычаю он похоронен на три метра под землей и в саркофаге, начинает рассказывать там про политику и так далее, рассказывает только однобокую историю. Вот как вы сейчас меня прервали, когда я говорил о том, что человек, который сохранил страну, потому что он получил ее в октябре 17-го года, когда, по сути дела, Российская империя распалась более чем на 40 государств. Извините, а не приложил ли он руку к тому, что распалась на 40 государств? Нет, он не приложил к этому руку, его даже в стране не было во время февральской революции. И кто же его принес в страну во время февральской революции? Гучков, Керенский и так далее. Те, которые, так сказать, Милюков, которые создавали либеральную оппозицию, к которым сейчас относятся Мединский и Немцов. Это как раз те люди, которые сейчас довели Советский Союз до разрушения и доводят Россию сейчас. Ну, вообще, Советское Доразрушение довел коммунистический режим во главе с Горбачевым. Так что, тут неоднозначная история. Не коммунистический режим во главе с Горбачевым. Это люди, которые прекрасно перестроились в партию, например, Единой России. Посмотрите, там половина руководства бывшие члены КПСС. Это не коммунисты. Это члены партии, которые дорвались до власти. К чему они пришли, мы прекрасно с вами видим. А Ленин как раз собрал страну. Заново продолжил это Сталин, фактически восстановив его в рамках Российской империи. Это человек, который впервые дал права женщинам, потому что до Владимировича Ленина в мире вообще не считал, что они имеют право на избирательные, так сказать, права. Это человек, который впервые сделал бесплатное образование, провел ликбез, то, что Российская империя сто лет не могла сделать, Советский Союз сделал за 15. Это человек, который создал, так сказать, бесплатную медицину. Многие страны до этого до сих пор идут, а мы, наоборот, от этого отходим. Человек, который впервые вел 40-часовой рабочий день, человек, который впервые вел отпуска, да это вообще понятие, как отпуск у рабочих не существовало, и так далее, и так далее, и так далее. То есть одних только новаций, которые вел Ленин в мире, насчитывается более 50, и в мире это признают. Но, к сожалению, плохой политической болезнью, он все еще пытается существовать за счет негатива по отношению к предыдущему. В принципе, уже есть свой опыт, и можно, так сказать, вполне говорить о современном этапе. Попытка все время воевать с Советским Союзом, это попытка не допустить его реабилитации. А на самом деле мы видим совершенно другое. Что бы ни говорили там непосредственно тело Ленина, идеи Ленина поддерживают все больше и больше людей. Уважительно к нему относятся все больше и больше людей. Конечно, динамика сейчас есть, но, опять же, мы говорим о том, что динамика может повернуться и в противоположную сторону. И, как правило, мы это видим сейчас, например, уже в Европе, где был период, когда к Ленину понижалось положительное отношение, а сейчас оно растет, и оно растет в России. Так что, я думаю, уже в ближайшие 10-15 лет циумы, о которых вы говорите, будут кардинально противоположны. Спасибо за мнение. Я хотел бы дать слово Дмитрию. Добрый вечер. Алло. Ну, если не Дмитрий, тогда Геннадий. Спасибо. Так это кто, Дмитрий или Геннадий уже? Геннадий. Геннадий, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вы знаете, я в 76-го года рождения там вот называлась многие, да, интересная передача. Я воспитывался как атеист, вот, по учению Ленина, проучился, работал, ну, до сих пор работаю, стареньким, себя не считаю. Но, вы знаете, я пришел глубоко, ну, как глубоко, изучал я Ленина немножко глуше, вот, своих сверстников, наверное, потому что кандидатский миниус в свое время сначала социей сдал. И вот, как убежденный атеист, я сейчас прихожу к другому, значит, взгляд на эти вещи, но не по-христиански сейчас оставлять вот это тело. Я предлагаю очень просто, вот, я думаю, что и ажиотаж как-то сойдется на этом, похоронить Ленина в этом же Мазолее, Мазолее, безусловно, оставить. Ведь мы, значит, прикасаемся к церкви, приходим, да, прикасаемся к мощам святых. Да, делим как раз тела, возим их по всей стране. Почему, так сказать? Да, поэтому, вот сделать такой заместник атеизму, потому что, но... То есть вы предлагаете и мощи тоже закрыть, и больше не пускать к ним верующих. И это, понимаете, всех устроит, и коммунистов, и народ. Нет. То есть нельзя, вот, его роль, ну, безусловно, она даже еще до конца не осознана, понимаете? Но в то же время нельзя забывать, что ведь он практически разгромил церковь русскую. Спасибо. А что такое церковь? А что такое церковь? Вы понимаете, церковь это, ну как, вот я сейчас историю семьи свою начал изучать. Спасибо большое. У нас осталась буквально минута, поэтому сейчас не можем говорить об истории нашей церкви и осветить всю историю нашего государства. Я хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня звонил, извиниться перед теми, лист которых я вижу на экране, но которым я уже не смогу сегодня дать слово. И хочу поблагодарить и за дискуссию сегодня и Ярослава Игоревича, который нашел время и возможность принять участие в сегодняшнем эфире. И сказать, наверное, то, что действительно, когда сегодня эта тема затевалась, я не хотел говорить о деле Ленина, потому что не считаю себя ни коммунистом, ни антикоммунистом. Я не хотел говорить о деле Ленина, потому что действительно я не патологоанатом и вот глубже изучать тело Ленина, как вы сказали, к сожалению или к счастью, мне не с руки. Мы хотели поговорить о Мавзолее, мы хотели поговорить достаточно о конкретном, небольшом, частном для нашей все-таки политической жизни вопросе. Но все-таки мы вышли на глубокие, широкие политические рассуждения. Мы говорим о будущем страны, мы говорим об ее идеологии, мы говорим о ее развитии. И именно этим вопросом посвящена программа и валюдием. И валюдием. Спасибо.